Бизнес на вербе реально. На Южном Урале начали продавать пушистые символы весны. Стоимость варьируется от 5 до 50 рублей. Цена зависит от высоты ветвей и их количество в букете. Некоторым продавцам на такой торговле удается заработать несколько десятков тысяч. Подробности у Юлии Саосиной. В этих зарослях на окраине МИАСа трудно найти пушистую ветку вербы. Почки только начинают набухать из-за холодов, которые долго не отпускали Южный Урал. Хотя обычно именно ива первой цветет весной. Чтобы сделать веточки красивыми, верующим приходилось в буквальном смысле выхаживать вербу. Вербное воскресенье скоро, холодно на улице, потому мы в храм принесли заранее вербочки. В водичку поставили, в теплом месте, вот они, видите, какие уже стали хорошенькие. Так что больше ничего тут не придумаешь. Южноуральцы готовятся к вербному воскресенью. Отмечать его будут уже на этой неделе. В Челябинске торговать символичными ветками уже начинают. Три маленьких веточки обойдутся в этом году в 5 рублей. Большой букет будет стоить 50. Казалось бы, суммы небольшие, но и затраты на сборы ива для продавца обычно нулевые. Так что вся прибыль остается в кармане. В Москве прибыль может достигать 100 тысяч рублей. В Челябинске доходы скромнее. Хожу возле болот, нынче нет ничего. Снегу по колен проваливаешься, но все равно хочется денег сделать как бы немножко. Тем, кто на вербе хочет сэкономить, важно соблюдать одно правило. Не нарезать ветви в черте города. За это пойманным за руку добытчикам могут выписать штраф до 5 тысяч рублей. С учетом экологичности, то есть то, что улучшает экологию все-таки в городской среде, ива, я бы рекомендовал все-таки в пойму рек идти там, где ее достаточное количество. В городе не так много деревьев, чтобы подвергать их еще более болезненным процедурам. Стоит отметить, что изначально символом праздника была пальмовая ветвь. Да и само воскресенье называлось пальмовым. Мы вспоминаем евангельские события, как Христа встречали в Иерусалиме после его проповеди в Галилее. Встречали в Иерусалиме, встречали с ликованием, встречали с радостью, с криками «Оса на Вышний! Богословен, гляды во имя Господне!» И в знак такого почтения под ноги его осла, на котором он въезжал в город, бросали ваи, то есть ветви, пальмовые ветви. Однако на Руси пальмы не росли, поэтому символом стали ветви вербы. Впрочем, главное в этом празднике не сами символы, говорят в церкви. Важно отчистить помыслы и пойти в церковь. Все это часть подготовки к Пасхе, отмечать которую верующие будут на следующей неделе. Юлия Савосьна, Валентин Ефимов, Андрей Назарук, Леонид Новожилов, ОТВ.